Ангарск В прошлом году Ангарск получил статус города. В прошлом году мы отметили 80-летие, стремительными темпами город строился. Крупнейшие опорные предприятия это нефтехимическая компания, крупнейшая в Восточной Сибири на 80-х годах и комбинат по обогащению урана в 65-м году был в самом крупном мире. Вот два базовые предприятия, которые держат экономику территории, экономику города. Я хочу представить вашему вниманию систему стратегического планирования, наши флагманские проекты. Еще в 2014 году мы перешли на одноуровневую организацию местного самоуправления. То есть это то, что сегодня предусматривается проектом федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. 1 января 2015 года был принят закон Иркутской области о преобразовании пяти муниципалитетов в Ангарский городской округ. Таким образом, у нас на территории муниципалитетов первого уровня не стало. До этого было пять. Я считаю, это стратегически важный шаг, повысил эффективность деятельности органов местного самоуправления, позволил улучшить работу с населением, укрепил финансовую основу нашей деятельности. За счет объединенного бюджета решаются многолетние проблемы, улучшается качество жизни как жителей города, так и сельских территорий. В 2015 году в структуре округа было сформировано специальное подразделение «Отдел по стратегическому развитию территории». Приняли решение разработать документ, который определит векторы развития округа на долгосрочный период и будет отвечать на тот момент уже принятого федерального закона о стратегическом планировании в Российской Федерации. Отмечу, что стратегию готовили без привлечения специализированной организации. Была создана своя рабочая группа, куда вошли представители общественной палаты, депутаты Думы, округа, депутаты законодательного собрания, молодежный парламент, представители предприятий и науки. Всего состояло 17 заседаний рабочей группы, в которых приняли участие 260 человек. Поступило более 430 предложений и замечаний. Хочется отметить высокую активность населения во время проведения публичных слушаний. Стратегия в июле 2016 года округа была утверждена на период 17-30-х годов. Это первый документ долгосрочного развития Объединенного Ангарского округа. Безусловно, он обеспечивает преемственность стратегических приоритетов, задач из документов, принятых на территории охране существовавшего Ангарского района в 2017-2011 годах. Система стратегического планирования в округе сегодня представлена прогнозами социально-экономического развития на долгосрочные и среднесрочные периоды. Бюджетным прогнозом, планом мероприятий по реализации стратегии, 15-ю муниципальными программами, перечень которых остается стабильным на протяжении уже 7 лет. Степень реализации стратегии определяется с помощью мониторинга, результаты которого освещаются в рамках ежегодных отчетов мэра округа о своей деятельности и деятельности администрации. Все проекты, которые в документе находятся в работе. Раз в месяц собирается координационный совет, проходит сверка текущего состояния всех крупных проектов, корректируются механизмы реализации на данный момент и плановый период. По номинации «Лучший флагманский проект» в заявке нами направлены три проекта. В области физической культуры и спорта это модернизация лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» в части инженерной инфраструктуры, строительство водозаборного сооружения на месторождении подземных вод и строительство водоводов. И третий проект – проект строительства набережной города «Ангарск». Кратко остановлюсь на первых двух, а на третьем чуть подробнее. ЛБК «Ангарский» был основан в 2010 году. И за период с 2015 года проведена огромная работа по проведению лыжных трасс к требованию анастональных стандартов и включению ЛБК в Всероссийский реестр. Объем вложений 88 миллионов рублей составил. В общем-то этот объект, он создает определенную уникальность территории, ничего подобного в Иркутской области нет. И впервые в этом году были проведены межрегиональные соревнования по лыжным гонкам. Елена Валерьевна Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок, присутствовала, дала высокую оценку как самому комплексу, так и трассам. Самое, конечно, важное – это трассы. Трассы прошли гомологацию и сертификацию. И сегодня у нас от Красноярска до Тихого океана сертифицированных трасс нет. Еще раз подчеркну, это как раз та уникальность территории, которая, наверное, привлекает и спортсменов разного уровня. И сегодня у нас в календаре уже всероссийские соревнования стоят по лыжным гонкам, чего в Иркутской области, в принципе, не было исторически. Второй проект – это строительство водозаборного сооружения на месторождении подземных вод. Город Ангарск не имеет своего водозабора, питается водозабором «Иркутская энергия», техническим, технологическим водозабором. Расположенность на поверхностном источнике реки Ангара. Да, вода не соответствует на входе санитарным нормам, и, в общем-то, это вынужденная необходимость. Но Ангарску повезло, в 30 километрах от города есть уникальное месторождение – Чебогорская вода, которая сегодня, она, в общем-то, добывается и реализуется через торговые сети. К нами проведена разработка месторождения 13 подземных скважин, которые обеспечивают, в принципе, потребностью, могут обеспечить 4 таких города, как Ангарск. Был уже пролив по месторождению, сброс воды. Сегодня 30-ти километровый водовод проектируется. Уже прошел проект экспертизы. 8,7 миллиарда рублей оценивается вся реализация проекта. Но еще раз повторюсь, он обеспечит этот проект не только Ангарск, но и города-агломерации Иркутс, Шелихов, Солисибирская. Хочу более подробно представить вашему вниманию исторически значимый для нас проект – это набережная города Ангарска. Город Ангарск расположен в междуречии реки Ангара и Китой, левый приток Ангары. Вдоль Ангары расположена Ангарская нефтехимическая компания. Территориально она занимается практически одна из самых крупных промышленных площадок Азии. Естественно, ни о каком благоустройстве говорить не приходится. В части вдоль реки Ангара. Но и к реке Китой у Ангарска не было организованного выхода. Так получилось, что акцент в те тяжелые послевоенные годы делался на развитие промышленности, строились промышленные гиганты. И так получилось, что за свои 70 лет Ангарск не сумел организовать выход к воде. Более того, берега разрушались, когда повышается уровень реки Китой, идет активное разрушение берегов, напорных частей. Так возникла, в общем-то, идея начать с берегоукрепления. Берегоукрепление, по сути, было выполнено на двух проблемных участках протяженностью 900 и 400 метров. И у нас, таким образом, в разрыве где-то на полтора километра получилось берегоукрепление за счет федеральных ресурсов, федеральный проект, доля федерального бюджета 252 миллиона составила. Региональный бюджет 77 миллионов вложил местный 69 и в небюджетные источники 13. В небюджетные источники была достигнута с бизнесом договоренность о проектировании этого объекта, поскольку, если бы мы пошли правильным путем 44 ФЗ, мы уже убедились, что проектирование, порой экспортирование проектов, занимает больше времени, чем реализация самого проекта. Мы были очень ограничены во времени по участию в программе, поэтому бизнес откликнулся, 13 миллионов было вложено в проектирование. Оперативно выполнен проект, оперативно пройдены экспертизы, и таким образом мы приступили к строительству берегоукрепления. После того, как берегоукрепление было выполнено, у нас был готов проект, как я называю, фантика, который мы на это берегоукрепление должны были надеть. Центральным подходом к набережной стал бульвар с фигурными газонами. Благоустроен спуск к воде, оборудованы пешеходные велодорожки, детские спортивные площадки, двухъярусная прогулочная зона с прозрачным ограждением. В сентябре 2019 года, практически за два года, с момента, как мы приступили к строительству, набережная была торжественно открыта для города. Это был большой незабываемый праздник. На самом деле сегодня набережная Ангарска – это самое востребованное, самое яркое рекреационное место. Но на этом мы не остановились. И в части дальнейшего развития этого проекта связались с компанией «Дом.РФ». Они откликнулись, выступили нашим партнером, разработали мастер-план территории, прилегающей между двух участков набережной, порядка полутора километров. На сегодня уже выполнен проект берегового укрепления, выполнены, пройдены экспертизы, в следующем году подана заявка, в следующем году предполагаем приступить к строительству этой набережной. Я правильно понимаю, что время истекло? Нет еще? Стражи регламента, я попрошу ближе сюда выходить, чтобы я видел, сколько там осталось. Я наблюдаю. Спасибо. Проект был представлен на пятом форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде, получил высокую оценку, был презентован представителю правительства Российской Федерации Мишустину. На сегодня мы, в общем-то, считаю, в правильном направлении движемся. Это самая востребованная рекреационная зона. Проектируем мост на остров Большой. Мост на остров позволит нам выйти в лесопарковую зону площадью более 300 гектаров. То же самое расширит рекреационные возможности города. По сути, у города таких возможностей до строительства набережной не было. У меня все. Спасибо за внимание.